Всем привет! С Новым Годом! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Киноконцертный зал Панорама продолжает удивлять тверичан и в новом году. Анонс мероприятия озвучим прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами немножко поговорим о джазе. Что это за понятие и откуда вообще взялось слово джаз? Слово джаз само по себе не имеет какого-либо глубочайшего значения либо истоков. Его происхождение до сих пор порождает множество споров. По одной из легенд, Кларес Уильямс, один из основателей этого направления, употребил слово джаз в одной своей композиции и оно буквально разлетелось в разговорной речи того времени. А после стало названием целого направления любимого и узнаваемого всеми зрителями музыкального стиля под названием джаз. Несмотря на то, что изначально джаз считался музыкой афроамериканцев, мы понимаем, что в нем буквально происходит слияние музыкальных течений со всего мира, от европейской камерной музыки до афробита. А вот одна из цитат известного джазового музыканта Луис Армстронг как-то в ответ на вопрос, а что же все-таки такое джаз, ответил. Если вы задаетесь этим вопросом, то вы никогда не поймете, что такое джаз. Интересно, но благодаря джазу в Америке появились фокстрот, Чарльз Тон, аргентинская танго. Удивительно, но во времена расцвета джаза женщины стали вести себя более свободно. И еще более удивительно, что во времена расцвета джаза женщины получили право голосовать на выборах. По моему мнению, безусловно, это совпадение, однако, как знать. А мне вспоминается один интересный случай, который произошел на концерте известного также джазового музыканта Игоря Бриля. По окончанию концерта, когда публике не хочется расходиться, когда в зале звучат еще отголоски исполняемой программы, музыканты ловят минуты счастья, на сцену поднялся маленький мальчик и принялся что-то искать. На вопрос маэстро мальчик, что же ты ищешь? Он ответил, я ищу нотки, по которым вы играли. А нотки здесь, ответил Игорь Бриль. Вот в этом и заключается джаз. Для всех нас Новый год начинается с новых открытий. И вот уже совсем скоро, 25 января, бизнес-центр Тверь преобразится в креативное арт-пространство. Жители города и гостей Твери ждет встреча с солистами ведущих симфонических и джазовых оркестров России, певцами, композиторами, авторами литературных бестселлеров. Нас ждет фуршет без галстуков, замечательный концерт-перформанс и самое главное – живое, непринужденное человеческое общение и интерактив от музейщиков. Инициаторами этого замечательного проекта выступила известнейшая на всю Россию компания «Русский путешественник». А проект называется «Калинин слушал джаз». Всем нам известно, что в далекие времена в Советском Союзе джаз можно было послушать далеко не в каждом городе, но Тверь, тогда Калинин, могли похвастаться этим. И джаз здесь можно было послушать как раз-таки легально. И вот сейчас, много лет спустя, вспомнили эту замечательную традицию, и москвичи едут в Тверь, чтобы послушать джаз в проекте «Калинин слушал джаз». А бизнес-центр Тверь, как я уже говорила, преобразится в креативное арт-пространство и распахнет двери для всех желающих. Билеты можно приобрести в кассе киноконцертного зала «Панорама». Стоимость билета от 300 рублей. Поспешите. Ждем вас 25 января. Билеты можно приобрести в кассе киноконцертного зала «Панорама». А всю информацию получить по телефону 300 033. До встречи. Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новой духи. Я хочу отдать кредит за окна. Я хочу найти паспорт до свадьбы. У Марины есть тем желаний. Но главное – стать счастливой. У меня свой марафон. Две недели не живу, чтобы платье вниз. Как ты обещала. Правда, чуть подороже вышло. В один миг судьба вносит корректировку в этот план. И при поддержке своей подруги Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансис, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей становятся только началом ее пути к настоящему счастью. В ролях Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Макар Запорожский, Екатерина Варнава, Яна Троянова, Павел Деревянко и другие известные актеры. Российскую комедию можно посмотреть на большом экране ККЗ «Панорама» на Смоленском, 29. Заказы бронирования билетов по телефону 300-033 или на сайте panorama.ru. Возрастное ограничение картины 16+. Главный герой мультфильма Лэн Стерлинг – лучший в мире тайный агент, стоящий на страже спокойствия и безопасности людей. Он обладает бесконечным обаянием, носит черный смокинг и любит шик. Кто еще в мире, кроме великолепного Лэнса, справится со сложнейшими заданиями? Только он – супершпион. Лэнс много времени посвящает совершенству своего тела. Он коммуникабелен и успешен. Легендарный шпион. Всегда одет с иголочки. Уолт Беккет. Уолт Беккет – полная противоположность Стерлинга. Классический ботаник, замкнутый, нерешительный и странный. Но при этом социопат Уолтер наделен незаурядным умом. Парень разрабатывает уникальные гаджеты, которые супершпион использует в своих миссиях. Это преступная трата денег налогоплательщиков. Однажды над всем человечеством нависла смертельная угроза. И Стерлинг берется за дело. Агенту необходимо спасти мир, оставаясь абсолютно незаметным для злодеев. Уолтер с помощью своего изобретения превращает Лэнса в птицу обычного городского неприметного голубя. Героям, немного безумному ботанику и крутому шпиону необходимо стать одной дружной командой, чтобы успешно выполнить задание и спасти мир. Посмотреть премьеру мультфильма можно на большом экране киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском, 29, заказы и бронирование билетов по телефону 300 033 или на сайте panorama.ru. Возрастное ограничение 6+. На этом у меня все. Увидимся с вами в следующем выпуске программы «Культфьюжн». До встречи в эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»